Мы горим. Служба ЧС города Краганды совместно со службами спасения провели учение по тушению лесных пожаров. На месте побывал наш корреспондент. В последнее время случаи пожара возникают все чаще и чаще. На данный момент мы находимся в Сосновом бару Тихоновка, близ кафе Беркут. Мы решили проверить оперативность наших пожарных служб. И поэтому произвели предполагаемое место возгорания. На данный момент мы собираемся позвонить в службу 101, чтобы узнать, насколько оперативно работают наши пожарные службы, а также засечь время, за которое они прибудут на место действия. Позвонив в пожарную службу, мы запустили секундомер для понимания, насколько быстро приедет пожарная бригада. Как мы можем видеть, наша пожарная служба уже прибыла. Со времени начала отчета прошло ровно 11 минут 52 секунды. Поэтому наша пожарная сейчас начнет тушить наш предполагаемый пожар. Это были учения Департамента чрезвычайных ситуаций Карагандинской области. Помимо пожарных служб, на место прибыли службы лесного хозяйства, а также полиция и бригада скорой помощи. Сегодня, значит, на территории Карагандинского лесного хозяйства, в местности Пикник, который знает население нашего города, мы проводим учения. Как вы сейчас заметили, мы подожгли резину и замерим время, за сколько времени службы пожаротушения и представители лесхоза сюда прибудут. После их прибытия мы отработаем вопросы тушения пожаров, обмен опытом состоится. После этого теоретическая часть, в ходе которого мы совместно с представителями лесхоза отработаем вопросы взаимодействия. По словам Нурлана Шакенова, такие мероприятия способствуют обмену опытом между пожарными службами города и специализированными пожарными отрядами. Также такие учения развивают взаимодействие служб в экстренных ситуациях. Взаимодействие у нас по двум ключевым направлениям. Первое – это профилактическая работа, то есть мероприятие, которое мы будем совместно проводить по недопущению пожаров. И второй вопрос – это взаимодействие службы пожаротушения и лесхоза при возникновении пожаров, то есть если все-таки пожар случится. В возникновении лесных пожаров обычно оказываются виноваты люди, говорит директор Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира Максат Муханов. Небрежно выкинутый окурок, незатушенные мангалы, разбитые бутылки, которые работают как лупа и так далее. Все это в засушливый и жаркий период приводит к печальным последствиям. В первую очередь все-таки люди, которые приходят в лес, может по незнанию, может по неосторожности, действительно допускают вот эти вот пожары в лесу. И зачастую, да, бывает сейчас сельскохозяйственные отжиги проводят фермеры. Мы действительно боремся с этим, мы раздаем предписания, но несмотря на это проводятся вот эти сельскохозяйственные отжиги, которые потом переходят действительно в большие возгорания. Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют придерживаться противопожарных правил. Не разводить костры рядом с деревьями, не сжигать мусор на сухой траве, не разбивать бутылки и не выкидывать окурки. В противном случае вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.